Продолжение следует... Не было ниспослано откровение из земли посланничества, из Аравийского полуострова. Я приветствую вас в нем приветствием Ислама. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я прошу у Аллаха, чтобы вы были на том благе, которое вы хотите из религии и мирского. О, мои братья и сестры, поистине, милость Аллаха всему человечеству посредством Ислама является величайшей милостью, которую не знает никто, кроме того, кто лишился ее. Да, милость Ислама – самая щедрая милость и самая великая. И те, кого Аллах почтил этой милостью, сделав их мусульманами, Он, велик Он и славен, наделяет всеми благами, которые получают люди в этом мире, и теми благами, которыми они спасутся в следующей жизни. И Ислам – это счастье в этом мире и спасение в следующей жизни. И это истинная религия, с которой Всевышний Аллах послал печать всех пророков и господинов всех детей Адама, нашего пророка Мухаммада, мир ему и благословение. И эта истинная религия зиждется на двух основах. И тот, кто осуществит их, поднимется на самые высокие ступени Ислама. А тот, кто упустит их, то понизится его степень в Исламе по мере того упущения, которое он сделал. Знаете ли вы, что это за две основы? Чтобы мы не поклонялись никому, кроме Аллаха. Первая основа. И вторая – чтобы мы поклонялись Ему только так, как Он узаконен. И посредством этих двух основ человек, мужчина или женщина, осуществляет свое поклонение Аллаху, велик Он и славен. Разве пророк, мир ему и благословение, не говорил Муазу, когда посылал его в Йемен как проповедника, наставника и руководителя? Он сказал, воистину, ты идешь к людям Писания, и пусть первым, к чему ты их призовешь, будет свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха. Это и есть та основа, на которой строится вся эта религия. Это единение Аллаха в поклонении, чтобы никому не поклонялись, кроме Него. И когда мы говорим, что не поклоняемся никому, кроме Аллаха, это значит, что мы не любим никого, кроме Аллаха, не возвеличиваем никого, кроме Аллаха, не боимся никого, кроме Аллаха. Мы считаем, что единственным достойным поклонения и совершенной любви, из-за которой наши сердца притягиваются к Нему, это первое. Мы возвеличиваем Его, и не возвеличиваем никого, кроме Него. И Он – самое великое, что есть в наших сердцах. И нет ничего более великого в наших сердцах, кроме Аллаха. Мы обращаем свое внимание только на Него, и не ждем блага ни от кого, кроме Него. И никто не отнимет от нас то, что Он дал, и никто не даст нам то, что Он у нас забрал. Мы любим Его, возвеличиваем и боимся. Мы боимся Его наказания, и надеемся получить от Него, велик Он и славен, спасение и благополучие. И тот, кто осуществляет эти три основы, совершенную любовь, совершенное возвеличивание и совершенный страх, то Его сердце будет полностью здоровым, и Он будет поклоняться только одному Аллаху. Возвеличивание Аллаха – это когда ты считаешь, что все, что происходит в бытии, происходит по Его соизволению. Велик Он и возвышен. То, что Он пожелал, а то, что Он не пожелал, не произойдет. Также проявлением возвеличивания Аллаха является то, чтобы ты подчинялся Ему в Его повелениях и запретах, и чтобы не обращал свое поклонение и подчинение никому, кроме Него. А что Он повелел тебе? А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне. Воистину, чистая вера может быть посвящена одному Аллаху. И чтобы в твоем сердце не было возвеличивания никого, кроме Аллаха, не обращайся ни мольбой, ни просьбой о помощи никому, кроме Аллаха, и не посвящай обеты поклонения кому-либо, кроме Аллаха. Только Он один достоин того, чтобы ты обращал к Нему все свои поклонения. И не приобщай к Нему никого, сотоварищи. Как сказал Всевышний, кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые взывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до дня воскресения, и которые не ведают об их зове? Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же никому наряду с Аллахом. И есть другая основа, которая дополняет эту основу, а это, чтобы ты поклонялся Аллаху только так, как Он узаконил, и не поклонялся Ему так, как тебе вздумается и как ты хочешь, и чтобы ты поклонялся Ему только так, как соответствует Его шариату. И в этом содержится смысл свидетельства, что Мухаммад – посланник Аллаха. То есть то, что нет другого пути для поклонения, нет другого пути для счастья, и нет иного пути для достижения рая, кроме пути пророка, мир ему и благословения. И любой иной выдуманный путь, отличный от его пути, приведет только к заблуждению. Всевышний Аллах говорит «Берите же то, что дал вам посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам». Также Он говорит «Прекрасным примером для вас был Ибрагим и те, кто был с ним». Потом Аллах. После того, как повелел нам взять себе в пример Ибрагима и следовать за ним в осуществлении поклонения только Аллаху, разъяснил нам «В посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, что Он пример для этой уммы и образец, и Он идет тем же путем, которым шли пророки до Него, в поклонении только одному Аллаху, Господу миров, и претворение в жизнь поклонения Ему. Велик Он и славен в этом мире». Аллах закрыл все дороги, кроме той, которой шел Мухаммад ибн Абдуллах. И это тот прямой путь, про который мы все время говорим. В каждой нашей молитве веди нас прямым путем. Путем тех, кого ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев и незаблудших. Это мое завещание и мой совет вам, мои братья и сестры. Это всего лишь напоминание, и вы на благе, иншаллаху та'аля. Это всего лишь напоминание, а напоминание приносит пользу верующим. Мое завещание вам, чтобы вы придерживались этих двух, чтобы вы поклонялись только Аллаху, и чтобы вы поклонялись Ему только согласно тому, на чем был Мухаммад ибн Абдуллах, мир ему и благословение. И его путь самый совершенный. Самая правдивая речь – книга Аллаха. Самое лучшее руководство. Руководство Мухаммада. Мир ему и благословение Аллаха. О Аллах, внуши нам благоразумие и защити нас от зла наших душ. И сделай нас, о Господь наш, следующими истинно и явно и тайно. И сделай нас из твоей партии и твоими угодниками. И помоги нам в том, что ты любишь и чем доволен. Надели нас заступничеством твоего пророка. И собери нас в его компании. И сделай нас из его партии. Я прощаюсь с вами до следующей нашей встречи, иншаллах. И я прошу, мои братья и сестры, у Аллаха, чтобы он сохранил вас. А то, что хранит Аллах, не пропадает. Мир вам, милость Аллаха и его благословение.